ПРОФЕССОР ПУДАНС Каждую неделю мы рассказываем вам о четырёх играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Так что устраивайтесь поудобнее и внимайте! Смотрите сегодня! Merchants of Brooklyn Шутер о клонированных неандертальцев будущего, собранные по старой схеме на современном графическом движке. The Last Remnant Новая игра от создателей Final Fantasy и Dragon Quest. Проект побалует геймеров обилием динамичных схваток, а также новыми фишками в боевой системе. Stormrise Первый стратегический опыт разработчиков за пределами серии Total War. Эпическое противостояние людей и мутантов на просторах разрушенных мегаполисов. World in Conflict Soviet Assault Перед нами всё тот же оригинальный World in Conflict С быстрым и динамичным геймплеем Голливудского уровня роликами, отличной графикой и минимумом доработок. На 80-е годы прошлого века пришёлся настоящий бум ярких целостных персонажей, таких как Чужой, Хищник, Робокоп, Терминатор. Совершенные образы, вокруг которых можно выстраивать целые вселенные. С тех пор застой и постмодернизм. И вот, совершенно неожиданно, в малоизвестной игре «Merchants of Brooklyn» был обнаружен вполне состоятельный претендент на звание оригинального самодостаточного героя. Его зовут Матео, и он неандерталец. На этот раз события из прошлого переносятся в будущее. В начале четвёртого тысячелетия из-за глобального потепления случилось грандиозное наводнение. Все города смыло, но цивилизация не прекратила существование. На остатках уданувших зданий люди возвели новые сооружения. Города начали стремительно расти вверх. Действие, как следует из названия, происходит в Бруклине. На его верхних ярусах поселились олигархи, а внизу – отбросы общества. Чтобы продолжить обустройство верхов, понадобилась новая рабочая сила, и власти обратились за помощью генетики. В специальные лаборатории для них вывели, а затем массово планировали неандертальцев, наиболее приспособленных под тяжёлый труд существ. Учёные настолько рьяно взялись за дело, что перевыполнили госзаказ, наплодив лишних особей. Избыточных клонов сплавили на нижние уровни, а там им быстро нашли применение. Правящая в трущобах мафия стала использовать неандертальцев для борьбы с конкурентами и для участия в боях без правил. В корыстных целях один из боссов тайно заставил учёного генетика создать усовершенствованного клона – Маттео. Генетически модифицированный боец прекрасно сражался на ринге, пока один особо свирепый противник не оторвал ему руку. Чтобы такой ценный экземпляр не пропал даром, снисходительные гангстеры пришили Маттео новую биомеханическую конечность. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 3 гигагерца, 2 гигабайта оперативной и 512 мегабайт видеопамяти. На жёстком диске шутер от первого лица, Merchants of Brooklyn, займёт 6 гигабайт. Мерchants of Brooklyn Край Энджин 2 Впрочем, по картинке этого не скажешь. Тройка за графику. Звук стандартен для шутеров. Да и музыкальным сопровождением игра вряд ли сможет кого-то заинтересовать. Четвёрка за звуком. Merchants of Brooklyn – шутер, собранный по старой схеме на современном графическом движке. К сожалению, ничего хорошего из этой затеи не вышло. Тройку получает сегодня игра Merchants of Brooklyn. В то время как Дюк Нюкем пребывает в состоянии бессрочного отпуска, ушлые разработчики пытаются всеми правдами и неправдами заработать на некогда популярном жанре. Но, к сожалению, а может быть и к счастью, воссоздать атмосферу весёлого идиотизма, присущую шутерам 90-х, им не удалось. Сейчас на такие игры вешают ярлык трэш и отправляют в утиль. Но прежде давайте посмотрим, какие вопросы пришли к нам на почту по игре Merchants of Brooklyn. Вопрос. Я постоянно умираю, когда пытаюсь использовать окружающие предметы, как гранаты. Что мне делать? Отвечаем. Вы можете взять любой стол, стул или даже стакан, зажать его в механической руке и подержать какое-то время. После этого необходимо точно прицелиться во врага. Главное не попасть в какую-нибудь стену или противника рядом с вами. Иначе взрывная волна заденет и вас. Вопрос. Мне уже надоело, что нельзя убить врага с одного выстрела. Я уже и в голову стрелял, и в туловище. Всё равно нужно не менее трёх-четырёх выстрелов. Где взять нормальную пушку? Отвечаем. Дело не в оружии, а в том, как с ним правильно обращаться. Даже самая слабая пушка может разнести любого врага в пыль. Нужно просто накопить энергию. На это уйдёт время. Но зато убойная мощь выстрела возрастёт многократно. И ещё берегите нервы. Вопрос. А как задушить врага механической рукой? Ответ. Для этого нужно подойти к противнику поближе, дезориентировать его, и когда появится контур вокруг его фигуры, и на «Бескилл» успеть схватить его. Результат призойдёт все ваши ожидания. Старайтесь. Совет Ассалт. Это первый аддон красивой, динамичной и успешной стратегии «World in Conflict». Как совершенно нетрудно догадаться из названия, кампания дополнения целиком и полностью посвящена советским войскам, сражающимся с НАТО. Помимо этого, аддон содержит дополнительный набор мультиплеерных карт, систему голосового управления подчинёнными и новые юниты. О том, что «World in Conflict» — главная стратегия 2007-го года, мы не устанем говорить, кажется, никогда. Ни вылизанные до зеркального блеска «Command and Conquer 3» «Tiberium Wars», ни монументальный «Суприм Коммандер» не продвинули жанр так, как это сделали шведы из «Massive Entertainment». Они фактически вывели новый гибрид — РТС, начинённый динамикой многопользовательского командного шутера. Как и предыдущие работы «Massive», «World in Conflict» отрицал строительство базы собирательство ресурсов и микроменеджмент. Вместо них — концентрированное свежевыжитое действие. Взрывы на полокрада начинали тут греметь уже через минуту после старта. Плюс, конечно, это ещё и история про холодную войну, что само по себе забавно. Игра поступила в продажу 10 марта 2009 года. Рекомендуемые системные требования. Двуядерный процессор с частотой 3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 512 МБ видео, а также 8 ГБ на жёстком диске. Главная фишка игры — это возможность поиграть за русских. Однако реализация её стала для нас неожиданностью. Задание «Заис СССР» встроено в оригинальную кампанию. То есть запускаем дополнение и оказываемся в объятиях миссии, где советы крушат всё, что движется. Проходим, настраиваемся на продолжение, а вместо этого получаем в награду первое задание из официальной кампании. Подобный винегрет продолжается всю игру. Наша оценка геймплея — 3 балла. Ровно то же самое и с графикой. Картинка, если и похорошела, то совсем на чуть-чуть, а если серьёзно, то всё осталось точно таким же, как и было. Те же локации, юниты и эффекты. Скромная трога за внешний вид игры. Как вы уже догадались, про звуковое сопровождение также ничего интересного сказать не получится. Качественное звучание оригинальной игры приятно на слух, но хочется изменений. Наша оценка звука — 4 балла. Картинка, я позитиву Sims С builds Mission boat. Картинка, cameras, кампilian машутин. Картинка, в 0-10 Hoe вы пришёл? Картинка, б�евый. Картинка, б�евый. Картинка, б�евый. Картинка, б�евый. Картинка,iosa. Картинка, за�에arter и твой ooh- Soviet Assault – продолжение замечательной стратегии про Третью мировую, в котором нам пообещали дать сыграть за русских. Обещание действительно выполнено, однако это оказалось чуть ли не единственное серьезное изменение в игре. Наша общая оценка игры – 3 балла с минусом. Нельзя сказать, что Soviet Assault – провальная игра. От оригинала ей достался просто шикарный геймплей. Плюс появились миссии за СССР. Вот только добавление этих миссий внутрь предыдущей кампании – очень спорное решение, которое может оттолкнуть от дополнения часть тех, кто уже прошел World on Conflict. Если вас это не смущает и есть вопросы по прохождению, смотрите наши ответы на них. Первый вопрос. За какие стороны можно играть в режиме мультиплеер? Отвечаем. Вам предлагается на выбор три стороны – США, НАТО и Советский Союз. Следующий вопрос. Какая из артиллерии лучше – у США или СССР? Отвечаем. У США артиллерия очень сильно демаскирует себя. У артиллерии и Советского Союза урон больше и есть возможность стрельбы с зажигательными снарядами против пехоты. Следующий вопрос. Чем отличаются стороны США и НАТО? Отвечаем. Разница минимальна. Например, артиллерия НАТО стреляет чуть точнее и сильнее, чем артиллерия США. Следующий вопрос. За что дают звания и что эти звания дают мне? Отвечаем. Звания дают за очки, заработанные в сражениях. А их дают за захват точек, уничтожение противника, за грамотное использование команд и за меньшее количество потерь. Смотрите далее. Storm Rise. Первый стратегический опыт разработчиков за пределами серии Total War. Эпическое противостояние людей и мутантов на просторах разрушенных мегаполисов. The Last Remnant. Новая игра от создателей Final Fantasy и Dragon Quest. Проект побалует геймеров обилием динамичных складок, а также новыми фишками в боевой системе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите далее. The Last Remnant. Новая игра от создателей Final Fantasy и Dragon Quest. Проект побалует геймеров обилием динамичных складок, а также новыми фишками в боевой системе. Storm Rise. Первый стратегический опыт разработчиков за пределами серии Total War. Эпическое противостояние людей и мутантов на просторах разрушенных мегаполисов. Студия Square Enix готова порадовать поклонников PC новой ролевой игрой The Last Remnant. Новый проект от создателей Final Fantasy предложит колоритные образы персонажей, динамичные массовые сражения и симпатичную графику. А пара кардинально отличающихся героев обеспечит как минимум два прохождения игры. Много тысяч лет назад на Земле существовала таинственная и могущественная раса Remnant. Главной задачей этой цивилизации являлось сохранение артефактов древности, наделенных магическими свойствами. Они поддерживали гармонию и баланс в мире. На протяжении многих столетий эти существа правили и в то же время оберегали человечество от всяческих бед. Вскоре после того, как наметился разлом между правителями и подчиненными, Remnant прекратили выполнять свою задачу. Мир погрузился в хаос. Спустя тысячу лет молодой парень по имени Раш Сайкс узнает о том, что его сестра была похищена. Отправляясь на поиски, он оказывается вовлеченным в глобальный конфликт, связанный с теми самыми артефактами. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 512 МБ видеопамяти. На жестком диске Last Remnant расползется на 15 ГБ. Геймплей Last Remnant может похвастаться обилием схваток, от которых вам вряд ли удастся увильнуть. Сражение происходит в пошаговом режиме между так называемыми юнионами или отрядами, если угодно. Отряды состоят из пяти юнитов. В их число в обязательном порядке должен входить лидер. У юниона есть экшн-поинтс, разделяемый на всех. Грубо говоря, это значит, что кромсай одного, кромсаешь весь отряд. Оригинальная идея, за которую поблагодарим Square Enix. В свободное от схваток время нам предстоит выполнять различные квесты. Вообще, в Last Remnant достаточно много свежих идей. К примеру, таймшифт. Зажимая кнопочку, мы активизируем замедление, что позволит скрыться от врага незамеченным или наоборот собраться побольше недругов в одну кучу. Наша оценка за геймплей 5 баллов. За графику Last Remnant несет ответственность модный нынче Unreal Engine 3. Богатая анимация, хорошая проработка юнитов, детализированный мир. Все это, безусловно, можно записать в плюсы проекта. Четверка за внешний вид. Что касается музыкального сопровождения, то тут нашлось место и спокойным мелодиям, когда вы просто бродите по миру и динамичным, тяжелым композициям во время боев и всяческих схваток. Остальная позвучка ничем не примечательна. Также стоит обратить внимание на малое количество диалогов. Тройка за звук. Ласт Ремнон получилась достаточно неплохой игрой. Здесь есть недостатки, но есть и привлекательные моменты. Сюжетно проект от Square Enix особо не удивил. Но вот геймплейный и графический очень даже. Много интересных идей, красивый, огромный мир, возможность прохождения двумя персонажами. Из минусов отметим несбалансированность, долгую и нудную прокачку, а также постоянные подзагрузки. Общая оценка игры 4 балла. The Last Remnant – амбициозная RPG от Square Enix, построенная на новомодном движке Unreal Engine 3, поражает своей масштабностью и красотой действия. О том, как правильно поддержать баланс и гармонию в мире Last Remnant – наши ответы на ваши вопросы по прохождению. Первый вопрос. Что означает в игре значение Chains? Эта цифра то маленькая, то большая. Для чего она и на что влияет? Отвечаем. Chains – это количество убитых мобов. Значение сбрасывается, когда вы входите в World Map, или когда на вас нападают. Оно влияет на скорость повышения Battle Rating. Следующий вопрос. Можно ли как-то атаковать врага неожиданно, имея в виду застать его врасплох или навести удар первым? Отвечаем. Можно. Для этого вам нужно подойти к мобу. И когда ободок статуи знака из белого обратится в красный, быстро нажать самую большую клавишу, попросту говоря, пробил. Следующий вопрос. Почему чаще всего при столкновении с упостатами они нападают первыми, а мои вторыми после того, как их уже чуть-чуть покромсают? Зависит ли это от скорости или от какого-то иного параметра? Отвечаем. В Last Remnant нападаешь либо ты, либо они. Все в ваших руках. Студия Creative Assembly известна в первую очередь по серии Total War. Меж тем, эта студия, которую игроки порой обвиняют в самокопировании, имеет на консолях два самобытных проекта. Spartan Total Warrior и Viking Battle for Asgard. Но недавно креативщики сгенерили свою третью консольную игру Stormrise, которая заглянула и на PC. В отличие от Спаттон и Викинг, Stormrise прежде всего стратегия. Дело происходит в будущем, в мире, который пережил глобальную катастрофу. Два лагеря, мутанты Сай и люди, отсидевшие в бункере Эшелон, ведут между собой войну за выживание. Поиграть можно и за тех, и за других. В общем, очередная вариация на пост апокалиптическую тематику, не лишённая, впрочем, своих особенностей. Stormrise — это стратегия в реальном времени со сквадами и более плотными, малочисленными, но насыщенными сражениями. В точности как Warhammer 40 000 Dawn of War 2. Это когда вам нужно не планировать бой заранее, а принимать решения постоянно, выкручиваясь уже на ходу. С тем лишь отличием, что проект Creative Assembly представляет собой стратегию, ориентированную на консоли и управление с геймпада. PC же версия запускается исключительно под управлением Windows Vista. Остальные системные требования таковы. Двуядерный процессор на частоте 2 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 768 ГБ видеопамяти и 7 ГБ на винчестере. Если не знать, что перед нами стратегия, то первые 5 минут Stormrise похож на все экшены разом. Между разрушенными небоскребами вышагивают огромные жуки-навозники в полыкрана ростом. У них под ногами мелькают танки и солдаты. Гаубицы на реактивной тяге забрасывают жуков двухметровыми ракетами. А с неба все это пастораль жарят гигантскими лазерами страшные черные вертолеты. Однако, если чуть разобраться, то выясняется, что вся эта каша вполне себе стратегический бой. Жуки – это отряды САИ, перестроившиеся в атакующую формацию. Пехота – расходный материал-эшелон, которые пытаются замедлить наступление жуков и выманить их на удобную позицию для артиллерии. А вертолеты – это просто вертолеты, безнаказанно летающие над полем сражения, пока насекомые мутанты еще не успели подтянуть ПВО. Наша оценка геймплея – 5 баллов. Перестрелки человекоподобных роботов с жуками-переростками выглядит занятно, но хуже, чем в близком подуху Dawn of War 2. Действительно, эксклюзивная особенность Stormrise – это многоэтажность игры во всех смыслах. Война между людьми и мутантами происходит в основном в городах, поэтому поле битвы охватывает буквально любые удобные поверхности. Пока часть отрядов мечутся на городских улицах, другая ведет перестрелку на крышах небоскребов, а третья – штурмом берет глубокий подземный бункер. Наша оценка графического оформления – 5 баллов. Грохочет игра на все 100, и динамичный саундтрек дополняет постапокалипстическое безумие, творящееся на экране. Наша оценка звукового сопровождения – 5 баллов. Сторм Райс – это, по сути, первый стратегический опыт студии-разработчика за пределами серии Total War. И не сказать, что он такой же удачный, как его именитый собрат, но ряд интересных идей, реализованных в Сторм Райс, безусловно, заслуживает внимания со стороны геймерской тусовки. Наша общая оценка Сторм Райс – 5 баллов. Главному недостатку Сторм Райс можно и нужно отнести требования к наличию операционной системы Виста на компьютере. Понятное дело, что прогресс идет полным ходом, но все-таки разработчикам стоило полиберальнее отнестись к геймерам. А теперь переходим к нашим ответам на ваши вопросы по игре Сторм Райс. Первый вопрос. Можно ли как-нибудь запустить игру под XP? Отвечаем. Нет, Сторм Райс – ворс консоли последнего поколения и поддерживает только Директ-Х с 10-й версией, который в XP не реализован. Следующий вопрос. Никак не могу разобраться с управлением. Одним-двумя отрядами еще кое-как получается рулить. Но когда количество складов увеличивается до 5, играть становится просто невозможно. Что делать? Отвечаем. А в отличие от End War, где управление было таким же замороченным, в Сторм Райс нет модной нынче функции голосового управления. Поэтому советуем вам играть с использованием геймпада. Консольное прошлое Сторм Райс сказалось и тут. Следующий вопрос. Что за система такая? Техтикал плейбук. Отвечаем. Это своего рода инновация, содержащая в себе все традиционные элементы управления, свойственные стратегическому жанру, только лишь объединенные в одном разделе. Этот режим как раз таки и призван облегчить игроку управление боевыми единицами. Справляется он, правда, с этой задачей не слишком хорошо. На сегодня, думаю, хватит. Всю следующую неделю буду разбирать ваши письма и выуживать оттуда самые интересные вопросы. Меня зовут профессор Пуданс. Это был Фак. Совсем скоро мы снова увидимся. Не забывайте заходить на сайт musdfistv.ru. Там можно обсудить ваши любимые игры с другими геймерами. И присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.musdfistv.ru. Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого!